Что такое кривые второго порядка? Рассмотрим функцию y равняется x квадрат. Это квадратичная функция, и графиком этой функции является линия, которая называется парабола. y равняется x квадрат, это парабола. Я ради краткости буду обозначать оси x и y. Следующее уравнение. y равняется 1 звук на x. Функция, выражающая обратно потенциональную зависимость, и график этой функции гипербола. График состоит из двух витерий. Следующее уравнение. Это уже будет не функция, а просто уравнение. И мы будем говорить о графике уравнения. x квадрат плюс y квадрат равняется 1. Где расположены точки, удовлетворяющие этому уравнению? На окружности радиуса надеялся. Я хотел бы, чтобы каждый текст рукой показал, что это будет за линия. Я бы определил тогда, насколько она вам знакома. Так. Ну, многие помнят, многие знают, что это есть окружность. Окружность радиуса 1 на простости x и y. Так. А давайте-ка мы сделаем вот в этом уравнении такую заменную переменную. Вот от переменной x перейдем к переменной, скажем, 2x. От переменной x перейдем к переменной 2x. Ну, я сохраняю обозначение переменной. У нас получится уравнение. 2x в квадрате плюс y в квадрате равняется единицей. Значит, преобразование графика в школе изучают, да? Значит, если мы видим отличие, вместо x написали 2x, то новый график получается из старого каким образом? Может, тоже мне руками покажете, какое это грязное? Так. Некоторые показывают что-то вот так вот. Смотрите, как же это касается переменной x. Значит, так. Значит, сжатие, да? Сжатие в два раза. Я нарисую. Значит, такая линия называется эллипсом. Значит, этот эллипс получился из окружности с сжатием в два раза вдоль оси x к оси y. Вот. Значит, каждое из этих уравнений – это частный случай общего уравнения. Я сейчас напишу общее уравнение. А x квадрат плюс b x y плюс c y квадрат плюс альфа x плюс бета y плюс c равняется 0. Вот я написал общее уравнение, которое связывает две переменные и x и y. Две переменные величины x и y. Давайте, скажите, пожалуйста, чтобы получить уравнение 1. Чему равняется а? Единица. b – 0, c – 0, альфа – 0, бета – 0. Так, если а – единица, то бета – минус 1, c – 0. Итак, также легко можно убедиться, что второе уравнение – это частный случай вот этого уравнения. Что вы можете сказать о шести коэффициентах? Какими должны быть, чтобы получилось вот это уравнение? Пожалуйста. b равно 1. Да. Гамма равна минус 1. Значит, сказано, b равно 1, значит, получается x и y, гамма минус 1, а все остальное уравнение. Совершенно верно, x и y равняется 0. Да. Вот это уравнение, которое связывает две переменные x и y, а шесть коэффициентов какие-то произвольные числа, вот это уравнение называется общим уравнением кривой второго порядка. Частный случай, еще раз снова. x в квадрате минус 1 равняется 0. Это уравнение этого вида? Да. Да. Опять мы оставили только два негривых коэффициента. Ага. И x в квадрате и гамма. Что соответствует этому уравнению на плоскости x и y? x в квадрате равно плюс и минус единица. Так, я вас вижу, показали, что соответствует. Тут можно в камеру показать. Раз вижу, тоже вижу, да. Конечно, это две параллельные прямые. x равняется единице, y равняется единице. Прямые параллельные оси y. Так, это тоже можно сказать. Но это, конечно, не кривая, это неинтересный случай. Пара параллельных прямых неинтересна. Вот парабола, гипербола, x, это интересно. А две параллельные прямые? Это слишком просто. Так, ну, кстати, а вот такое уравнение x в квадрате равняется нулю. Это ведь тоже частый случай этого уравнения? Что соответствует этому уравнению? Точка? Прямая целая, ось ордена, на которой x сравняется нулю. Говорят математики так, что это две прямые, но они совпадают. Немножко такая двусмысленная терминология. На самом деле это одна прямая, да? А то две прямые совпадают. Это все равно сказать, что вот у меня, вы знаете, в руке две ручки, но они совпадают. Как-то так. Ну, говорят, что так. А вот такое уравнение x в квадрате плюс y в квадрате равняется нулю. Что так соответствует этому уравнению? Единственная точка начала координат. Еще выраженный случай. x в квадрате минус y в квадрате равняется нулю. Тоже можно руками показать, что это за такое на плоскости. x в квадрате минус y в квадрате равняется нулю. Так? И еще как? И так. Да, вот такое вот перекрестие, без секреции. Прямая y равняется x. y равняется x. y равняется минус. Но это тоже неинтересный случай. Так вот, я сейчас вас хочу научить, как узнавать, что скрывается вот за этим, за любым уравнением такого вида. Что это? Эллипс, парабола или окружность. Значит, примем без доказательств пока, что других вариантов нет здесь. То есть, получается всегда или эллипс, окружность, парабола, гипер, или две пересекающиеся прямые, или две совпадающие прямые, или две параллельные прямые, или точка. Других вариантов нет. Вот этот факт примем без доказательств. Как определять, что скрывается за этим уравнением, это я вам сейчас расскажу. Потому что для этого требуется только математика восьмого класса, не больше. Итак, сейчас я с доски сотру все, а кто-то из вас продиктует мне любое уравнение вот такого вида. Любое уравнение с любыми коэффициентами. 10х квадрат. Ну, я напишу 9, однозначенное число. 9х квадрат. Плюс 8ху. Плюс 8ху. 0,0 на у квадрат. Что? Ну, 0,0 на у квадрат, обновляется у квадрат. Не надо писать, потому что 0. 9х. Плюс 9х. Плюс 7у. И еще. Ну, может пропустим у. Ладно, минус 30. Сколько? Минус 30. Минус 1, да. Ладно. Минус 1. Вот такое уравнение, да? Это, надо сказать, простой случай, потому что отсюда можно выразить у. Нет, у в квадрате. Давайте пишем. У равняется. Значит, мы будем беречь на 8х, 8, 8, 9. А все остальное отправим в правую часть. Значит, минус 9х квадрат. Плюс, минус 9х плюс 9х. Вот что получится. Но это легкий случай, потому что вот что. Почему легкий? Потому что у нас здесь функция. На самом деле, у равняется cf от x. Мы легко выразили одну переменную через другую. И, стало быть, задача состоит в том, чтобы построить график этой функции. Посмотрим. Вот правую часть нужно разбить на два слагаевых. Первая слагаевая будет минус 9хх, минус 9х плюс 1 делить на 8х. Вот есть такая процедура, называется сложение графиков. Конечно, графика мы не можем складывать. Мы можем складывать только число. Но так, ради краткости речи говорят, сложим графики. Вот, давайте посмотрим. Мы видим здесь две функции. Вот это линейная функция. Я обозначу n от x. Первые два слагаевых задают линейную функцию. Эта функция возрастает или убывает? Убывает. Убывает, потому что коэффициент при x с отрицацией, это вот такая вот прямая. И при x равном 0 получается минус 9х8. Так что, вот, пусть здесь минус 9х8. Я символически изображу вот так, схематически. Вот это график первой функции. И, кажется, нам повезло. Повезло, потому что линейная функция убывает. Вот, смотрите, убывает функция. Первая слагаемая. И вторая слагаемая тоже убывающая функция. Ну, я ее обозначу как-то. Ну, просто g от x. Слово гипербола. g от x. Ведь график второй функции – это гипербола, да? Отъединили на x. Школьная гипербола популярная. Ну, а коэффициент 1 восьмая, то сжатие – это неважно. Значит, второй график будет гипербола. И почему я сказал, нам повезло? Вот, если бы у меня получились функции разного характера, если бы одна возрастала, а другая убывала, то складывать их очень сложно. Так вот, не получается. А тут очень просто. Посмотрите. Функция a от x убывает. Функция g от x тоже не убывает. Ну, значит, сумма их тоже убывает. Это можно привести такой пример. Допустим, у папы зарплата выросла, у мамы зарплата выросла. Тогда доход семьи, ясное дело, вырос. Если у мамы зарплата уменьшилась, у папы уменьшилась, то и доход семьи уменьшился. А вот сложная ситуация. У папы зарплата выросла, а у мамы уменьшилась. Что произошло с доходом семьи? Однозначного ответа нет. Тут нельзя сказать, кто кого. Папа перебарывает, да? А здесь очень легко обе функции убывают. И поэтому, легкий случай. Мы должны сложить гиперболу, вот эту прямую. Конечно, есть точка, которую нужно исключить. Вот 0, это запретная точка, не входит в область сопротивления этой функции. И, значит, как мы рассуждаем? При малых x, положительных, допустим, при малых положительных x, у нас главное, слагаемая вот эта вот гипербола, она очень лекарна. А тут какая-то есть отрицательная добавка, но она небольшая. Значит, график у нас ниже параболы. Потом начинает доминировать вот эта линейная функция, и вот так вот. Вот мы сложили. И при отрицательных x тоже мы имеем убывающие две функции. Значит, если вот мы находимся в точке x минус бесконечность, далеко влево ушли, то тут главное слагаемое линейное. Слагаемое, она очень большая. Вот мы находимся около графика линейной функции. И если x начинает возрастать, то что происходит? Вот эта функция убывает, эта убывает. Значит, мы движемся вниз. И что же получилось у нас в этой организации? Значит, мы видим, что у графика нашей функции есть вертикальная ассимптота. Это усилие. И наклонная ассимптота. Это вот эта вот прямая. Ну, примерно вот такой вот получается. Значит, отличительная особенность гиперболы – это атрибуты гиперболы. Атрибуты – это непременное свойство. Как вот атрибуты царской власти или королевской. Какие, вы знаете, атрибуты царской власти? Там красная лижь, да? Корона, там, наверное, мантия, может быть, трон. А вот атрибут гиперболы – это две асимптоты. Вот когда мы рисуем школьную гиперболу, то там асимптотами являются оси кардина. Ну, а здесь асимптота одна вертикальная, другая методная. Вот это есть линия, на самом деле, гипербола. Точка пересечения асимптот – это центр симметрии. Значит, это кривая центрально-симметричная. Точка пересечения асимптот – это центр симметрии. Это гипербола. Вот. Так что, это легкий случай. Пожалуйста, еще предложите какую-нибудь кривую второго порядка. Минус 2х квадрат. Минус 2х квадрат. Минус 3х квадрат. Так. Минус 8. Равняется 0. Хорошо. Посмотрим, что здесь получается. Что здесь получается. Хороший случай, тоже интересный. Правда? Кажется, он ничего нового нам не добавит. Но попробуем. Посмотрите. Опять это легкий случай. В том смысле, что отсюда мы можем выразить у легко. Ну, посмотрите. 3у квадрат равняется 2х квадрат плюс 8. 2х квадрат плюс 8. И отсюда стало быть у равняется. У равняется плюс-минус корень квадратный. 2х квадрат плюс 8. Делись на плюс. Ну, видим плюс-минус. Значит, одна функция с плюсом все время положительна. Другая функция все время отрицательна. Причем их графики симметричны относительно оси абсцисс. Потому что плюс-минус. При каждом х мы получаем симметричные точки. Область определения этой функции. Х любое число. Давайте, для прикольности, возьмем знак плюс. Самый маленький у когда здесь получится? При каком х? 0. Когда х сравняется, ну, когда под корнем. Самый маленький у нас получается. Вот тут корень из 8-ми рисков. И давайте мы теперь с этой точки пойдем вправо. То есть пусть х возрастает. Что происходит с подкаменным выражением? Возрастает. Растет, и тогда корень растет. Значит, из этой точки мы будем все время двигаться вверх и вправо. Вверх и вправо. А дальше применим анализ, который называется вот асимптотический анализ. Получим приближенную формулу для нашей функции. Вот пусть х у нас, но очень большое, вот символически пишут. Так, с х очень большой. Функцию вот х миллион, там, миллиард. Мы не увидим эту восьмерку рядом с х. Ее можно пренебреть. И тогда смотрите, упрощается формула для их. х приближенно равняется х умножить на кривой из двух третий. То есть получается вот это число х умножить на х. Прямая. Прямая. Значит, с островом х наш график будет к этой кривой приближаться. Все ближе и ближе. Ну, это предположительный фикс. Тут ясно сделаю, что предположительный фикс. При отрицательных одно и то же, семенные. Кадр. И там, если два знака минус, то получится вот так. Значит, что за линия ей получилась? Правда? Гипербола. Опять получилось гипербола. У нее две асимптоты. Но это легкий случай. Это легкий случай. 2х квадрат минус х и плюс 3х квадрат. минус 4х квадрат. Кривая второго порядка. Уравнение. Второго порядка. Кривая второго порядка. Вот в предыдущих двух примерах нам что помогало? Мы выражали одну переменную через другую. Даже там у нас у через х выражался. Давайте здесь сделаем то же самое. Ведь относительно у это квадратное уравнение. Это квадратное уравнение относительно у будем рассматривать. 3у квадрат. Запишу его как положено. Вот. Ау квадрат. Потом линейные излагаемые цель. Командант. Коэзица х умножить на у. И свободноещее, которое обозначает в школе буквы цель. 2х квадрат минус 4 равен цель. И давайте будем находить отсюда у. Мы ищем у. Квадратное уравнение. Но не простое квадратное уравнение, а как иногда говорят с параметром. Потому что тут еще у есть. Или нет? Нет. Х есть. Х параметром. Х параметром. От чего зависит наличие или отсутствие корней из квадратного уравнения? От чего зависит наличие корней из квадратного уравнения? От дискримината. Значит, перво-наперво находим дискриминат. b равняется b квадрат минус 4 ац. Пожалуйста, кто продиктует? Что я должен написать? Х квадрат. х квадрат минус правильный 12 умножить на 2х квадрат минус 4. Вот какой здесь криминант. Минус 2х квадрат плюс 48. Как получается? Минус 2х квадрат плюс 48. Или так иначе. 48 минус 20. Немножко не совпало. Тогда так получается. И вот мы с вами заключаем, что если мы хотим найти у, то этот дискриминант должен быть неотвенцательным. Только тогда мы х и найдем. Вот у нас получились ограничения для х. Оказывается, в нашем уравнении х не может быть любым. Е1, я простираюсь, не ограничен. О, условие для х. Значит, х квадрат не превосходит 48 на 23. Ну, число как число. Конечно, не извлекается. Если бы рационально получается число. Ну, давайте как-то обозначим вот в этой краткости. 48 на 23 это примерно 2, да? 3. Ну да, примерно 2. Значит, тогда если я здесь корень, то для х получится условие. х принадлежит некоторому промежутку. Верхняя граница 48 на 23 подкорни, нижняя минус. Стало быть, вот это неравенство на плоскости х и у какую фигуру задает? Как ее можно назвать? Полоса. Потому что с чего мы начинаем? Начинаем с х. Х от и до. Симметричный промежуток. Левая граница, правая граница. Вот здесь вот там размешается, брать х. А поскольку про х здесь ничего не скажем, мы же разума плоскость с вами работаем, то, значит, получается целая полоса такая бесконечная. Дорожка такая ковровая выстегивает. Значит, наш график, наша кривая, график наше уравнение лежит в этой полосе. И если вспомнить, как мы будем выражать у, ставим, забывайте, форму напишем, у равняется чертовой. Решаем подрядное уравнение. Внизу 2а, это 6. Сверху. Минус b, это х. Плюс-минус корень из дискриня. Корень из дискриня. Стало быть, мы получаем с вами две функции, которые определены, это отрезки. Раз, значит, скажем, а, b. На отрезке а, b определены две функции. Вот если взять знак плюс, будет одна функция, с минусом другая. Причем графики их пересекаются. В двух точках. Как раз на концах отрезка. Ведь на концах отрезка, в точках а и b. У нас дискриня на трассе 0. Значит, в этих точках y равняется x на 6. Так, считаем. В этих точках у нас примерно x равняется 2. Корень из 2 это 1 и 4. Делим на 6. Примерно там 0,25 получается. Ну, условно. Значит, y равняется примерно 0,25. И вот точки, в которых эти функции совпадают. Простите, а в точке а и x отрицательные не должно быть меньше, что это будет? Что меньше? А в точке x, да-да-да. Ведь, конечно, спасибо. Если у нас дискриминант равен 0, то он равен 0 в двух точках. В точке b и в точке а. И значение функции в этой точке это x делить на 6. Спасибо, да. x делить на 6. Это противоположное значение. Спасибо, очень хорошая замечание. Значит, две точки. И на этом промежутке получаются две функции. Вот одна с плюсом и другая с минусом. Значит, помните, я вам сказал без доказательства, что мы с вами знаем, что всякое уравнение второго порядка, то есть вот это уравнение, сдает какую-то приводу. Но что это закрывает тогда получается? Эллипс. Эллипс. Это есть эллипс. Конечно, он никаких здесь углов таких не имеет. Это гладкая такая. Кривая, как для точки дискрасательная. Но это есть эллипс. Это эллипс. Что еще можно сказать про этот эллипс? Вот это уравнение, смотрите, обладает интересным свойством. Если точка x, y удовлетворяет этому уравнение, то точка с координатами минус x, минус y тоже его не удовлетворяет. Что x, что минус, что это одно и то же. Здесь минус x, и это означает, что наша кривая, то есть вот этот эллипс центрально симметричен относительно точек 0, относительно начала координат. Такое свойство. А у эллипса, чем интересен эллипс? У эллипса есть оси. Большая ось, малая ось. У эллипса есть две точки, которые называются фокусами. У каждого эллипса есть две точки. f1 и f2, называемые фокусами. И эллипс обладает каким свойством, интересно? Можно принять в качестве определенного эллипса. Если мы возьмем любую точку b, произвольную точку на эллипсе, то сумма расстояний f1 плюс f2 это и есть величина постоянная для данного эллипса. Для данного эллипса. Отсюда вытекает такой практический способ прессования эллипса на земле, например. Вы хотите разбить лужай. Если вы хотите разбить круглую лужайку, то это легко делается. Выбиваете в землю колышек, веревку привязываете к колышку, в конце веревки. Это можно даже продемонстрировать с помощью. Смотрите, я рисую другую окружность. А вот чтобы нарисовать эллипс, надо по-другому поступить. Вбить два колышка, веревку привязать к этим колышкам, оттянуть ее вот так вот, а сюда поставить мел, например. И потом перемещать этот мел по доске, так, чтобы веревка оставалась все время натянутой. Это значит, я думаю, сумма будет постоянная. Значит, вы будете обеспечивать постоянство суммы расстояния, и в итоге получится у вас эллипс. Вот так вот. Нарисовать эллипс. Лучше выходит эллипс. Сейчас следующий пример рассмотрим. Следующий пример кривой второго поля. 4х квадрата. 4х квадрата. Минус 3х. Минус 3х. Х и? Да. Плюс 2х квадрата. Минус х. Минус х. Минус 1. Ну, тут уже все коэффициенты не равны нулю. Все коэффициенты не равны нулю. 6 коэффициентов. Хорошо. Ну, тот же самый прием. Здесь ничего нового не получится. А мы должны с вами предвидеть уже, чтобы у нас было много способов. Много примеров. Давайте проанализируем, что мы можем здесь получить. Значит, у нас получается квадратное уравнение. Допустим, относительно у здесь. Я давайте лучше. 2у квадрата. Потом слагаемые линейные файлы. Это сколько? 3х плюс 1. Минус 2у. И все остальное свободное все. 4х квадрата. Минус х. Минус 1. Минус 1. Вот так. Значит, у нас дискриминант будет от... Какой переменной зависеть? От х. Значит, дискриминант будет зависеть от х. А что такое дискриминант? Мы тут легко видим. Вот это и позволяет исследовать элементарным образом любую кривую второго порядка. Что всегда дискриминант, это будет квадратичная функция. От х. Вот это вот первопричина возможности провести элементарное исследование. Толстичная функция. И давайте ее обозначим, как обозначим. Это будет пх квадрат плюс ух плюс р. Пх квадрат плюс ух плюс р. И здесь какие могут быть варианты? Ведь нам нужно, чтобы дискриминант будет не отрицаться. Да, вот хорошо. Я рисую вот эту вот графику этой функции. Пусть я ее обозначу. Ф от х. Или лучше нет. Это уже обозначено мне для от х. Для от х. График этой функции. А вот если это такая интересная ситуация. Смотрите, пожалуйста, вот здесь х и вот график этой от х. Вот такой. Что вы скажете про нашу приводку? Если дискриминант вот такой. Совершенно верно. Дискриминант отрицательный. Корней нет, значит, пустой множество. Это ничего, значит, не будет. Может быть, что дискриминант вот такой вот, в одной точке. Это тоже отрицательный. Тогда у нас допустимым, возможным является только одно значение х. И тогда графиком будет одна точка. Совершенно верно. Одна точка. Или может быть прямая. Что? Или может быть прямая. О, да, лучше сказать так, что прямая. Отлично. Вы поправили на то, мы привыкли. Это х одна точка здесь, а она после всего будет прямая. Конечно. Или нет, или не факт? Нет, 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 нет. Подождите, вы меня сбили. Потому что если у нас х найдется только одно, посмотрите, найдется х только одно, то тогда он найдет только одно у отсюда. И тогда действительно будет только одна точка. Может быть, это парабола вот такая. Это уже интересный случай. Смотрите. Дискриминант положителен на некотором отрезке по оси х от А до В. Значит, тогда у нас получается, что х изменяется на некотором отрезке. И мы находим для каждого такого х из квадратного уравнения два у, два значения х. И тогда что же получается на мощности х и у нас? А? Эльц. Вот, на отрезке АВ получаются две функции. Это эльц. Так, хорошо. Но вот этот квадратный трехчлен может быть еще каким? Ветли могут смотреть вверх. Так, рисуем. Я напоминаю, что это d от х. График функции d от х. Значит, мы видим, что дискриминант положительный при всех х. Значит, для каждого х мы находим два значения у. И стало быть, получается у нас, что на плоской, наверное, на прямой х у нас определено две функции. y в корень с плюсом и y в корень с минусом на всей прямой. Значит, вот верхняя функция. Я так напишу, и верхняя, допустим. А здесь y в нём. Ну, как вы думаете, что это будет за линия тогда? Гипербола. Это будет гипербола. Правильно, потому что у меня что-то больше не похоже. И первое. Так, пятый случай. Пятый случай. Может быть дискриминант. Это есть квадратичная функция, ветви направленные вверх. Но теперь уже есть пересечение. Соц.юиз. Нас интересуют положительные значения дискриминанты. Стало быть, это происходит на двух бесконечных промежутках. От минус бесконечности до а и от b до плюс бесконечности. И на каждом из этих двух промежутков мы находим два значения y, решая квадратное уравнение. Значит, вот и x, y, это график дискриминант, я здесь изображаю. А теперь уже новые семикарнаты изображаем точки нашей приводы. Значит, на двух промежутках, справа от b и слева от a, две функции. Одна верхняя, другая нижняя. Так, условное изображение. Что это получается? Гипербола получается. Тоже получается гипербола. Как могут располагаться гиперболы? Чтобы вы видели отличие двух этих случаев. Вот этот случай и вот этот случай. Значит, я нарисовал биссектрисы всех координат 3 четвертей. 4 биссектрисы координат 3 четвертей. И вот гипербола может располагаться в верхней четверти и в нижней. Вот это гипербола. А ее можно повернуть на 90 градусов. И получится другая гипербола. И функционируется. Так. Асимптоты у них даже одинаковые. Но вот смотрите. Сплошная гипербола задается функциями, которые определены на всей прямой. А вот пунктирная гипербола задается функциями, которые определено на двух бесконечных промежутках. Справа, пристигаем. Справа, пристигаем. Справа, пристегаем. Справа, пристегаем. А вот в чем отличие. Так, что еще может быть? Наш террис у нас появился, гипербола появилась. А что еще может быть? А может быть вот что, вот этот вот... Совершенно верно. Может вот этот здесь кронант вырождаться в линейную функцию, когда здесь кронант равняется ку х плюс r. Здесь кронант равняется ку х плюс r. И он должен быть неоприцательным у нас. Ну, тут уже понятно, что линейная функция положительна на бесконечном промежутке. Вот график D. Это ос x. Вот здесь функция положительная. Я вертикальную мышцу нарисую, не рисую, она подразумевается. А если функция D убывает, то здесь кронант положительная. И на каждом из этих промежутков, для каждого значения х из этого промежутка, мы можем найти два значения х из квадратного уровня. Верхний и нижний. Стало быть, здесь получается парабола. Вот х, вот скажем прочее. А, начиная с которой, ну и заканчивая, в которой дискриминация положительная функция, две функции. Та и та. Вот это рисуем совершенно схематично. Я просто показываю вам, что если дискриминация положительная функция, то при каждом х мы находим два значения у. Верхний. Получается парабола. Вот. Что есть. Итак. Если знать, что за уравнение второго порядка скрывается или елипс, или парабола, или гипербола, если это знать, а мы это с вами приняли без указательства, то вы легко можете определить. Где это вам может пригодиться? Это может превратиться, если вы будете решать задачи с параметром. Да. Да, вот там х, это решается х, а и параметром. Да. Вот ваш пример. Давайте посмотрим. Интересно, что это выглядит. Мы как-то все с вами рассматриваем это уравнение как квадратное относительно у. У находим. А иногда удобно находить х. Тоже х зависит от у. И надо просто будет тетрадку повернуть на 90 градусов. Вы будете рисовать х от у. То же самое просто. То есть можно и так, и так использовать. Ну давайте здесь вот посмотрим, как на уравнение относительно у. х. Находим дискриминал d от х. Дискриминал зависит от х. b в квадрате минус 4ac. Равняется. Считаем. Так, здесь 9х квадрат минус 32, значит минус 23х квадрат. Иксы считаем. Тут 6х и еще плюс 8, значит плюс 14х. И числа, свободное включение. 1 плюс 8 получается плюс 9. Дискриминал должен быть неоприцательным. Сразу видно, что получается некоторый отрезок, да? Сразу ясно, что корни будут. А как можно определить быстро, что корни здесь есть? 9 получается. А ветви смотрят вниз. Значит у нас вот. Это ось х, а это график дискриминал. Это ось х. Парабола. Ветви смотрят вниз и есть положительное значение. Значит получается неоприцательный отрезок. Давайте я его также обозначу. А, b. И вот при этих значениях х мы можем найти две функции. Верхнюю и нижнюю. Верхнюю и нижнюю. Верхнюю и нижнюю. По формуле корни квадрата умножаем. Значит что это получается за линии? Элифт, да? Элифт, да? Давайте я так изображаю. Опять схематично изображаю. Вот отрезок, а, b. Граница левая, граница правая. И е здесь вот. Как вот расположено. Это ось х, y. Если мы сейчас рассмотрим это уравнение как квадратное относительно х, то у нас дискриминант будет зависеть от у. Давайте это тоже проделаем. Значит решаем, что квадратное относительно х. 4х квадрат. Собираем линейные из х. Минус скобка 3y плюс 1 на х. А все остальное установим в члене с. Это плюс скобка 2y квадрат минус у минус 1. Квадратное уравнение относительно х. Квадратное уравнение относительно х. Теперь дискриминант зависит от у. Д от у. Давайте его посчитаем. 9х квадрат плюс 6х квадрат плюс 1. Это будет квадрат. Минус 4ac. минус 4 на 2. 8. Значит 8 умножаем на 1. 3х квадрат. Минус 16y квадрат плюс плюс 32. Квадрат. Минус 4. 32. А по-моему. Поверьте. Минус 4 на 1. 4 на 4. 16. 16 процентов. Минус 32y квадрат плюс 16y плюс 16. И этот дискриминант должен быть не отрицательным. Значит получается минус 23y квадрат плюс 22y плюс 17. Видим квадратичную параболу. Ветри направлены вниз. В точке 0 получается положительное значение. Значит значимость y. Дискриминант d это y. Парабол по отношению квадрата c. Вот так расположен. Пересекаем. И ветри направлены вниз. Опять же если мы хотим найти x. Как в песне припев повторяется. Если мы хотим найти x. Дискриминант должен быть положительным. Стало быть. y меняется. То есть от какого-то. Давайте эти значения. А. В. С. Давайте. М. 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 y меняется. М. Да. М. Это позволяет нам сказать. Что наш эрис расположен вот в такой клетке. Мы его поймали в клетку. Заключили. М меньше 0. У нас в точке 0 уже было положительное значение. А. А. Да. Корни у нас разных знаков. Значит надо поправить этот рисунок. Ну я схематически изображаю. Н. 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 допустим x плюс 1 плюс минус o квадратный x плюс 1 Итак, рассмотрим вот такое уравнение. А откуда оно возникло? Мы можем написать уравнение, из которого оно возникло? Сообразите. Как написать уравнение, кривой 2 к уравнению? Совершенно верно. Запишите так. И если сейчас возведем квадрат, то что положим? И квадрат плюс х квадрат минус 2 и минус 2 и минус 2 и x, и помянется 4 и x плюс 1. Если все собрать, левую часть получится, как и во втором порядке. Если вот сказали, то сразу не скажите, что это будет. Поэтому мы будем исходить из этого уровня. Тут тоже интересные исследования можно провести, которые доступны вот восьмому классу. Но ничего не требуется, я пустясь. Дело вот в чем. Как вы помните, у школьной параболы и квадрат минус x, тоже есть некоторые такие атрибуты, как у гиперболы. У гиперболы две асимптоты и центросимметрии. А какие атрибуты у параболы? Фокус и дисикрис. Ось. Ось и вершина. Ось и вершина. Ну, директриса, это уже возвышенный такой материал. В стандартную школьную программу не ходит, поэтому я проеду. Я соседоточусь только на оси параболы и на ее вершине. Давайте вот выясним, интересно. У этой параболы где вершина и какая ось. Это интересно. Так, ну, начнем с дискриминальной. Вот мы видим, что тут 4x плюс 3 должно быть неотрицательно. Значит, x больше 0, минус 3. Сейчас начинаем рисовать. Значит, крайняя левая точка по оси x, это минус 3 четвертых. Минус 3 четвертых. И если x такое, то y сколько получается, соответственно, равна? 1 четвертая. 1 четвертая. Правильно. Вот это, можно сказать, крайняя левая точка нашей параболицы. Парабола вот правой. Так, что еще можно сказать? Пусть x, ну, это, конечно, бесконечность, но очень большое число. Или вот x стремится к уже бесконечности. Марат. Можно написать тогда приближенную формулу какую-нибудь для y. Тогда y приближенную формулу, чему равняется? x плюс 1. x плюс 1. Давайте так. Давайте грубо сначала. Тут же ведь корень из x. Ну, представьте себе. 100 корень квадратный 10. Если взять 10 тысяч x, корень квадратный 100. Но 1, когда тем более, в данном случае, не важно. А, и 1, тем более, не важно. Да, значит, вы предлагаете, что написать, что y приближенную формулу на x. Хорошо. Вот это уравнение, y приближенную формулу на x, задает направление оси параболы. Вот что такое направление? Вот направление вверх, скажем, здесь. Это вот в этой точке направление вверх, вот в этой точке направление вверх. Это все направление вверх. Направление задается одним вектором. Так что направление на север, на ю, на север. Вот здесь у равняется х, это направление этой бисектрисы. И значит, наша ось, ось нашей параболы, имеет вот это направление. Это направление у равняется х, направление оси параболы. Направление оси параболы. Давайте найдем, а какова же здесь все-таки ось? Раз это направление, то парабола имеет такое, ось имеет уравнение такое. Иг равняется х плюс p. Так вот, в зависимости от p здесь получается какая-то прямая. Так вот, как же найти это p? Как же найти это p? У нас есть одна трешка, через которую мы можем проходить. У нас есть одна трешка, через которую мы можем проходить. Как же найти направление оси? Как же найти p? Значит, ось-то каким свойствам обладает? Походит через вершину парабола. Возможно, через вершину провести прямую как мутикулярную оси. После этого записать ее уравнение с параметром и решить систему уравнений, чтобы она имела одну общую точку с параметром. Совершенно верно, совершенно верно. Мне кажется, это единственное решение, которое доступно и самое естественное, вот именно естественное решение. Но это задача для вас новая, да, вот определение вот таких вот вершин. Совершенно верно. Значит, я поясню сказанное решение здесь озвучено. Вот посмотрите, если мы будем рассматривать направление перпендикулярной оси параболы, это всевозможные прямые, которые будут перпендикулярной оси параболы, то в вершине прямая этого направления касается параболы. Попросту говоря, такая прямая имеет с параболой единственную общую точку. Значит, давайте напишем направление ортогональное висектрисе. Ортогональное значит перпендикулярное. Значит, вот оси имеет направление у равняется х, тогда перпендикулярная прямая какое имеет уравнение? Минус х, потому что висектрисы х и минус х, да. Значит, у равняется минус х плюс, там я написал п, давайте напишем пункт. Значит, это прямая перпендикулярная оси. Прямая перпендикулярная оси параболы. И чтобы она проходила через вершину, она должна касаться. Должна касаться. То есть иметь одну общую точку. Значит, это что же мы теперь должны делать? Вот это у, мы должны подставить в уравнение нашей кривой. И дискриминант, получим уравнение, зависящее от х, и дискриминант, которое будет зависеть от у. Далее, равенному. Ну, делать нечего. Придется подставлять. Тут единственное какое-то прощение. Давайте проделываем. Игрик квадрат. Игрик квадрат. Игрик квадрат минус 2х плюс 2 квадрат. Потом идет х квадрат. Игрик квадрат плюс 1. Потом 2х умножаем на х. Вот у нас х умножаем на 2х. Будет плюс 2х квадрат минус 2х квадрат. Потом опять минус 2х. Это значит плюс х минус у. И еще справа. 4х плюс 4х. 4х плюс 4х. Играет. Игрик квадрат. Игрик квадрат, мы считаем, да, квадратное уравнение. Х квадрат, х квадрат, 2х квадрат. Получается 4х квадрат. Линейное слагаем, да, мы пишем, плюс х. Подходим сколько? Минус 2х. Потом еще минус 2х. и еще минус 3 и все остальное это значит плюс сколько? q квадрат плюс q квадрат минус 2 если только перенести q квадрат минус 2 и еще минус 4 так, и вот смотрите опять тут ничего сложнее квадратичной функции не получается если сейчас мы посчитаем дискриминант то получится у нас квадратный трехчлен относительно q дискриминант зависящий от q минус 4 q минус 3 в квадрате и дальше минус 4 в квадрате это значит 16 вот на этом получается минус 16 q квадрат минус 32 плюс 16 q квадрат исчезает здесь исчезает здесь минус 32 плюс 32 вот здесь 32 или минус 32 давайте 16 16 мы же умножаем сколько у нас минус а тут минус 2 да понятно минус 2 на доске на доске на доске эффект поэтому плюс 32 спасибо что это значит квадраты исчезают очень видно 16 квадраты здесь здесь будет у нас q 4 и 3 12 надо 24 и 16 40 у нас пишет плюс 9 плюс 9 и 32 почти 40 немножко не повезло 45 уравнение 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 минус 41 здесь на доске вот стало быть мы получили уравнение прямой которое касается нашей параболы вершины у равняется минус x минус 41 зелень на сон при этом q мы найдем из этого уравнения x это будут тапсы с вершины ну тогда можно писать уравнение парабол это уравнение оси парабол вот такое исследование более аккуратно подводя небольшой подводя итог к сегодняшнему рассказу я еще раз скажу что я предложил вам элементарный способ определения кривой определение типа кривой второго порядка что скрывается за уравнение второго порядка параболы эллипс гипербола или же там реализуется какой-то выраженный простой интересный случай это конечно именно когда возникают настоящие кривые эллипс параболы и гипербола вот название другое название этих кривых это конические сечения синоним синоним эллипса окружности гипербола это конические сечения которые были известны еще в древнем мире в древней Греции математики уже их знали